Всеобщее горе, паника и отчаяние в семье Максима Коваленко смешалась с огромной радостью. Его супруга, 23-летняя Наталья, родила долгожданного первенца. Малыша назвали Александром. И пока девушка вместе с ним находится в перинатальном центре. Но уже сейчас в голове Максима только одна мысль. Куда вести жену с ребенком после того, как их выпишут? Уже в ближайший вторник. В пункте временного размещения на базе гостиницы «Учитель» созданы все необходимые условия для людей, оказавшихся в беде. Но семье с новорожденным младенцем будет непросто. Краковине умываюсь, бреюсь. Завтраку по возможности. То есть как бы завтрак предоставляется. И по делам. Душевая. То есть как бы можно комфортно помыться, но с ребенком, конечно, это будет трудновато. Ребенок, я так понимаю, ест каждые 2-3 часа. Это постоянно надо готовить, подогревать, определенная температура должна быть у всего этого. Также купание, пеленки-распашанки, все это стирка. То есть тут как бы, я считаю, нет возможности для размещения с ребенком. В ту роковую ночь на 23 октября супруга Максима Натальи еще была беременна. Роды ожидались со дня на день. По словам Максима, это чудо, что им удалось выжить. Прогремел взрыв. Честно сказать, я его даже не услышал. Ну как услышал, проснулся, перевернулся. Продолжил спать. Проснулся от криковой жены, открыл глаза. Вижу, посередине комнаты лежит дверь. Я понял, что что-то не так. Начался. Собираюсь все необходимые вещи. Максим с женой и мамой жили на 10 этаже в первом подъезде. Уже полтора года. Втроем. Теперь их четверо. И в скором времени у них будет новое жилище. Уже составлен список адресов, среди которых жильцы разрушенных квартир смогут сделать выбор. Квартира, в которой жили Максим с мамой и женой, сейчас в жутком состоянии. Увидел квартиру, которую даже квартирой трудно назвать. Это просто стены и то, которые все в трещины. В подъезде, как выходишь из квартиры, смотришь вправо и видишь белый свет. Вот потолок, который уже пошел по швам. Ребята потеряли все свое имущество. Но, к счастью, жители города не остались равнодушными к беде. Вещи собрали добровольцы. Это просто очень большое спасибо. Много вещей новых. То есть, как бы, все пригодны для использования. У меня нет слов. Просто не знаю, как выразить благодарность. Максим, несмотря на растерянность и внезапно свалившиеся на его плечи проблемы, ощутимо счастлив. Его и семью впереди ожидают долгая, счастливая жизнь. И все, чего он хочет на настоящий момент, чтобы им с женой и мамой поскорее предоставили жилище, где они начнут заново обустраивать свой быт. Сейчас единственное счастье – это малыш. Поэтому строить семью. Дерево посадили. Малыша родили. Вырастить осталось. Ну и дом построить.